Ну а в минувшую пятницу, 7 апреля, на ледовой арене спорткомплекса Лейботвор завершился чемпионат Республики по хоккею среди мужских команд. За звание сильнейших боролись 10 команд из города Якутска и 8 районов. Но сегодня у нас в студии чемпионы Республики, представители команды Якутска, которых мы вам с радостью представляем. Яков Сандаков, который являлся также главным секретарем чемпионата, и Вадим Сыкунов, игрок команды Якутска и тренер из Алданского района. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляем вас с чемпионством. И начнем, наверное, беседу с того, в каком вообще формате, Яков, вы как секретарь чемпионата, в каком формате проходил турнир? Турнир проходил по круговой системе. Было две группы. Группа А, там 4 команды. Якутск, Мирный, Нерингвей, Алдан. И группа Б, там районы были наши, там Ус-Алдан, Мегина-Кангаласы, Кангаласский Ус, Тампонский, Намцы. И одна команда вне зачета участвовала в городе, сборная команда Метеор, Стерх. В группе Б первое место занял Ус-Алдан, второе – Намцы, третье – Кангаласы. В группе А первое место занял Якутск, второй – Мирный, третий – Нерингвей. А что значит группа А и группа Б, мне не совсем понятно. Ну, группа А как бы посильнее, там, ну, вот якутские – Мирный, Нерингвей, да? А группа Б – это вот мы… Совсем новички. В этом году только так начали проводить первый раз. Раньше, получается, одна группа, да, была? Раньше. Ну, и там были команды из группы А, играли в одной группе с командами из группы Б, и счета были слишком большие. Поэтому решили группу Б отдельно играть, группу А отдельно. Но победитель группы Б на следующий год будет играть в группе А. Такое, кстати, в мировом спорте тоже практикуется достаточно часто, да, мы в курсе. И вот о команде Метеор можно все-таки, которая была вне зачета? Что за команда вообще, почему вне зачета? Ну, откуда ребята были? Да, две игроки, вот там сборная команда Метеора и сборная игроков Метеора и Стерха, две команды. Ну, на Судейской у представителей команд спросили, согласны ли они, чтобы они играли в зачет. Они согласились, и они играли вне зачета. Они тоже новички, получается, да? Так как они все из Якутска, они играют своими командами отдельными на чемпионате города. Весь, ну, целый сезон играли. И как бы улусы не согласились, чтобы они играли в зачет. Вадим, вы еще как тренер, наверняка такой вопрос для вас был бы актуальным. И вы наверняка просматривали шансы, кто фаворитом вообще являлся турнира. Ну, в группе А, конечно, рассчитывали на свои силы, то, что мы выиграем. А в группе Б, знаете, там все игроки разного уровня, так что непонятно было, кто займет первое, кто второе, кто фаворит и кто не фаворит. Это все команды равные были. В общем, там интересный был турнир. Ну вот, а не мешало вот, наверное, вот тренерской работе, вот как раз такие совмещения еще и роли игрока, либо наоборот роли игрока, тренерская работа, несмотря на то, что вы, в принципе, в разных группах выступали? Да нет, особо не мешало, но, конечно, надо настраиваться на игру, как бы, свою. Ну и надо настроить сначала игроков своих, которые играют по группе Б, за Уссулдан. Ну и как бы сам настраивался, когда смотрел их игры, им подсказывал и сам в голове прокручивал, что бы я сделал в этот момент. Ну, в общем, все удачно сложилось. А давно вообще тренерской работой занимаетесь? Нет, тренерской работой я начал заниматься в начале сезона, вот этого провели. Детей обучаете, да? Нет, обучаю именно взрослых мужиков, Уссулданск. Взрослые мужики. Извиняюсь. Уссулданск и взрослых мужиков. Нет, ну, правда, так, мужики бывают, их детьми тоже называют, а тут взрослые мужики. В хоккей же ведь, правда, играют настоящие мужчины, крепкие, да. И, ну, такова ситуация. Да, вот ребята же из Уссулдана были. Как тренировали? Вы туда ездили? Или они приезжали сюда на сборы? Они не сами приезжают. Мы катаемся в ночное время. Ночью катаем. Вот они приезжают из Уссулдана, катаются до 12 ночи, едут обратно утром на работу. Вот, ну, у них желание очень, конечно, большое. Ну, они первое место в своей группе заняли, да? Да. Первое место. Ну, то есть, можно сказать, что ваша работа, которую вы делаете, она налицо. То есть, не зря ребята ночами не спали, катались, а по утрам ночью обратно возвращались к себе домой и работали. Ну, вот вы в одной команде играете, вот, о финале, может быть, расскажете. Финал сложный был. Насколько вообще? Легкий был он или сложный? Ну, как такого финала не было, там в круг играли. Сначала мы сразу же, первая наша игра была с Нерингри, это такой наш принципиальный соперник. Сначала выигрывали 5-1, ну, как во втором периоде, там выигрывали 5-1. Потом как-то расслабились, подпустили их близко 5-4 и, ну, закончили 8-5. С Мирным настраивались тоже на тяжелую игру, ну, у них там хорошие ребята с удачного не приехали. И после первого периода 3-1, а потом они как-то встали и 14-1 мы закончили. А вот Мирный с Нерингри, тоже интересная игра была. Мирный выиграл 7-5. Как бы такого финала не получилось. Ну, какие вообще планы на будущее? Сезон хоккея подходит к концу? Да, сезон подходит к концу, но впереди одно из самых серьезных, один из самых серьезных турниров у нас в сезоне. Это ночная лига, которая проводится каждый год в городе Сочи. Финал российских стран. Да, мы слышим, да. Там чемпионат России среди любительских команд, так можно сказать. Вот с 10 по 16 мая он пройдет в Сочи по дивизионе 18+. Вот мы едем туда за команду Якутска Энерго. В прошлом году мы там участвовали первый раз и из 16 команд заняли второе место. Ну, это вообще здорово же. В этом году вы настроены на победу. В этом году, конечно, хочется выиграть. Получается, как бы вот этот турнир пройдет в преддверии, вернее, после чемпионата мира, по-моему, да? Или где-то во время чемпионата мира по хоккею, который будет? Сначала там с 4 по 9 мая ветераны сыграют, тоже команда Якутска Энерго, дивизион 40+. А потом вот с 11 мая. Спасибо большое, ребята. Еще раз поздравляем вас с чемпионством. Удачи. Успехов обязательно. Удачи.